Мы знаем, что у Crystallize очень богатый пул на этом герое, да, точнее, на этом миноре, точнее, у него там есть и Вайды, и Морфы, и так же, как и у спонсора нашей трансляции Крекера Тук, Крекера Тук, богатый пул вкусов на любой пик. Что ты ржёшь? Я над тобой ржу, потому что ты... Я вношу это как вот прям, как родную, как родную прямо вообще вношу, это прям вот, потому что так на самом деле с Маком нормально заезжает. Плюс пять. Культе? Культе, например, культе. Культе, это вообще сильно. Опять отдают виспагера Коптера, нами вообще не боятся. Тепларку забанили. Но я не знаю, вот шутки шутками, а забирая Акса, возможно, они действительно могут себе позволить этого виспагера Коптера не бояться, потому что очень хорошо у них всё получилось. Да, они закинули старт игры, да, у них не всё получилось на линии, но потом вот они идут вдвоём, Акс такой с удовольствием прыгает. Да, Акс что-то какой-то прям совсем дикий. И опять же, то есть проблема, мне кажется, больше не в Аксе, а в том, как играет Вега против этого Акса. То есть никто не пытается его заранее найти. Какую-то урну собрать, что просто кинул урну, он не прыгнул, всё, гг. Не нравится, что у них есть Акс, добираю, добирая Зевса, например, какие-то герои, которые превентивно что-то с ним сделать могут. Вон, Шторма в Мид взял, полетел. Титана, это хороший герой, я рад, что его стали использовать. Кого Титана? Да, и на прошлой серии, вот на этой, прям очень такой мощный персонаж. Очень-очень хороший, очень полезный персонаж. И самое главное, всё, был вопрос, когда же он появится при таком обилии террорблейдов. Да, марфов. И прошёл весь ESL, мы видели количество пиков, ноль. Наконец-то, вот хотя бы кто-то на Дремьер-лиге, хотя бы здесь. Ну, видишь, Тир-2 показывает нам, как играть. Ну, и сейчас оно вот показывает, прошлое выиграли, сейчас, допустим, и выигрывают. И такие ребята с Тир-1 такие, ага, и записали, потренируем, посмотрим, вспомним. Ну, просто в другом, то, что это будет работать только на мейджоре, потому что после Куала Лумпур выйдет в 7.20, и далеко не факт, что ты рурорблейд. Вот ты сейчас так говоришь, а выйдет Дэр Тайт, а в 7.20 не выйдет. Вот чёрт, на самом деле, уже поздно. Что Кастал Мейн спалился, что Найс Фрог, если выходит патч. Да, да, получается, что так. Вы знаете, куда отправлять гневный комментарий. Поэтому, как и каждый твой цвет, всё больше похож на ледяную лягушку. Точно, точно, я к нему и иду. Причём, по-моему, цвет волос можно угадывать, кого понерфит, а кого апнут. Так, ну что, Шторм? Так, секунду, а в плюс или в минус? Вот это уже на твоё усмотрение. А это мы узнаем в следующей серии. Кстати, очень грамотный мув, забрав Элдера, не парится забрать ТБ самому. Тиммейтам он не подрезает. Мне всё больше и больше нравится пик Нави. Вот Террорблейд укрепляет его очень серьёзно. Если Вега ничего не придумает с этим Террорблейдом, то я, пожалуй, даже вот несмотря на два других пика Веги, заочно отдам Нави победу. Тут ещё вопрос в том, что у тебя дабло саппортов, получается, Бэйн Висп, что тоже не особо друг друга дополняется. То есть они немного не о том. То есть, знаешь, вот, видя Виспа, хочется либо какую-то прям плотную пятёрку, чтобы Висп мог не парить, выйти в хорошие слоты. Либо по формату, как вот Энвин, например, играл, когда он всё-таки был полу-саппорт, на такие пятые позиции. Имеется какого-то, знаешь, шейки роста, например. Тоже такой плотного парня, чтобы хотя бы замес был. Потому что вот Бэйн, Геррокоптер Висп. Три героя, чтобы бить кого? Править пик Веги очень срочно. Что-то сделать с Террорблейдом. Тут либо Зевс, либо Тинкер, наверное, Зевс. А возьмём какой-нибудь Пээлла, просто форфан в мид. Да, Пээлла нет. Если бы был Пээлла, я бы уже сказал, берите Пээлла. Отлично, вижу его вторым баном. Можно взять Некра. А вот Зевс просто сразу берётся Вегой. Не хотят не доводить до последней стадии, потому что его там вполне вероятно забанили бы. Но против Зевс-то можно придумать героя, который выфармливает. То есть, наверное, прогнать его прям совсем тяжело, возможно, визажом. Да тут можно сейчас просто Алхимика пикнуть, я и Вега уже проиграли. Да, проблема в том, что Зевс некоторым героям не мешает. Алхимика он вообще не мешает. На миде конкретно Зевс-Алхимику ничего не может сделать в принципе. Ну, он ему спамят, ты носишь фласки, а потом всё. А потом сделает ультимейт. Твои парни забирают там две баунти-руны, ты сразу там три фласки пахнул и стоишь чилишь на миде. Ещё пять деревьев обстраиваться, когда на тебя нападают саппорты. Так что, зная страсть команды Нави к алхимикам, я бы вот на месте Веги Алхимика бы забанил, наверное. Это, конечно, может показаться жадным, типа Алхимика или Арблейд в одном пике. Но какая разница, если свой лайн Алхимик выиграет, а когда Алхимик выигрывает свой лайн, то ничего хорошего от такой игры не жди. Да и по игре его очень тяжело будет убивать. Вот бежит опять же Алхимик. А у тебя Бейн, Висп, ему опять же ничего не делают. Гирокоптер, он не о том, чтобы убивать жирных героев. Он хорош, вот убивать слабых героев. Слабеньких, в начале игры бегать, летать, там, кулдауны кидать, всё забирать. Пара это очень быстро фармит, конечно, тоже не стоит об этом забывать. Но одним Алхимиком игра не ограничится. Там ещё будет Террор Блейд, в общем-то, ещё и с Аксом что-то делать надо. Но вот пока четыре персонажа Нави выглядят очень мощно. Да, но мы сейчас говорим, алхимик, алхимик, алхимик. А давай подумаем, что будет, если они не алхимика возьмут. Ту же Темпларку, например. Ладно, Темпларку возьмут Темпларку в бане, да. В принципе, против Зевса много разных вариантов есть. Можно пикать вообще визаж, что ещё? Можно взять, ну, визажа я не знаю, Мэджикл играет на визаже. Так-то понятно, что можно и визажа взять. Хотя Гирокоптер не так плохо против визажа. Зато визаж овнет и Бейна, и Зевса. Да и уж Виспа вообще не прощает. Виспа вообще не прощает. Просто на него натравил и всё. Можно на ФК стоять, уже на суку варятся. Вариантов конкретно у Нави огромное количество. Их пик уже, ну, они просто Шторма взяли. Шторм немножко проиграет мид Зевсу, но... Может, кстати, и не проиграет. Может быть, кстати, это Тинни вообще в миде, и Зевс пойдёт на сложную линию. Может быть, это даже будет к лучшему. А может и нет. Просто Тинни, мне кажется, не так просто будет против Террор Блейдса. Вам не кажется, что Шторм Мевич немножечко жадноват здесь? Нет, это не имеет значения, насколько он жаден, если он выигрывает тебе лайт. То есть ты выфармливаешь его 10 минут, он, если что, уйдёт даже в лес, там, третий-четвёртый уровень, но возьмёт свой шестой. И всё, Зевс не может вообще ничего сделать. То есть ты где-то стоишь, и с того конца карты уже молния. Да, вопрос другой. В какой момент вообще есть пауэрап у Вегас Квадрон? В какой момент они должны раскрыть весь свой потенциал героев, чтобы выиграть? Под БКБ еще какой-нибудь. По-хорошему... Не, ну, при равных условиях под БКБ и там какой-то аганим Зевса можно что-то попробовать. Есть ещё какие-то шансы. Если слишком поздно это не появится. Под Сноу Боллит Виспа? А так, в идеале, трилайновый играть. Под Сноу Боллит Виспа? Я даже не знаю. Чтобы он взял левел и давал аганю Зевсу. Если это Зевс в миде, то надо заспамливать Штарма, выгонять его. Ну, Дэнди, наверное, на Зевсе будет играть. Он же играет на Зевсе обычно. На Тинни мы его не помним. Выгонять Штарма с лайна, пусть лес фармит. Пускай у Зевса будет фулл фри фарм. Сделать как-то так, чтобы Тинни там тоже ПТ-блинк вынес как можно быстрее. Но игрокоптер Висп, они, как правило, свое получают. Юл, Тапок, и сразу выгоним. Причем надо будет выйти. Что-то такое. Юл, Тапок. Ну, ладно. Что-то такое. Каждому свое. Ну, СССР точно здесь нужно будет 100%? Хорошо, друзья. Нави 2-0. Я думаю, за Штарма, за ТБ точно. Да, у них тут очень хороший драфт. Если на первый еще плюс-минус не совсем все понятно, от исполнения много зависело, то здесь у Нави намного лучше драфт. Ну что ж, про СССР, то у Вега-сквадрон отправляемся к нашим комментаторам. Морталис Адекват. Ну что, возможно, последняя карта сегодняшнего вечера. Возможно, и нет. Во всяком случае, Мадара сказал, давайте повторим. Видус Гирокоптер против Аксона. Аналитики похоронили, к сожалению, команду Вега-сквадрон. До крипов. А ты? А я не хочу хоронить. Я хочу 1-1. Ты хочешь 1-1? Не, ну, возможно, опять-таки, если вдруг Мадара сейчас получит тот самый старт с того матча, да, мы помним. Ну, год лайк, это же круто, свою линию отомнил. Дальше пошел не из центра, туда-сюда. Вот если так же получится, и если после этого Атакса не погибнуть, не потерять свой стрик, то, может быть, шансы есть. Ну, во всяком случае, ну, какая-то вероятность того, что счет в серии сравняется. Так, конечно, по драфтам, если посмотреть, ну, Нави, все хорошо. Я согласен с нашими аналитиками. Пик, по-моему, идеально был подобран. Все круто, все сбалансировано. Магия есть, инициирование есть, лейт есть, физика есть. Все есть. Хорошие линии есть. Балансированный пик целиком и полностью. И Феникс, да, который будет очень много денег иметь, как саппорт. Очень много было на этом турнире игр, когда этот Феникс, там, добирался до четвертых строчек по Нетворсу, там, опережал оффлейнеров постоянно, если вдруг игра затягивалась. Этот герой, ведь в лейте, тоже очень опасен, если он успевает выформить какие-то очень крупные, дорогие слоты, наподобие шива, рефрешера какого-то. В общем-то, к пику Na'Vi практически нет претензий. Единственное, вот, как хорошо отстоит Шторм в свою линию, и насколько Вега хорошо будут ему мешать. Это необходимо, мне кажется. Так, ну и контроль баунтирун. Na'Vi втроем снизу, трое здесь у Веги, сразу Rocket Barrage. Посмотрите, просто пятеро тыкают на эту баунтируну. В итоге, Пексу забирает на бейни, красавчик, еще одну баунтируну свою, Вега заберут также. Ну и там две достанется сверху Аксу от Na'Vi, поэтому по две. Ровненько. Все сбалансировано, все в порядке. Так, слушай, ну это ZEVS центр, все же. ZEVS mid. Неужто трипла от Вега Squadron сложный? Или Bane все-таки уйдет, будет стараться мешать Шторму на миде. У ZEVS и, в принципе, матчап не самый плохой против Шторма на старте, но если еще и Bane поможет, то Шторма действительно можно здесь загонять. Ну, Bane, как мы видим, возвращается вниз. Ну, приоритет опять же отдается кирокоптеру, то есть получает он хороший старт, по теории, опять-таки по плану команды Вега Squadron. Крабием террорбейда, не даем им комфортно фармить, возможно, тогда добьемся успеха. Но хотя вот мы видим, что один из суппортов команды Вега перетянулся сейчас на топ, сбалансировав ту линию тоже, то есть 2 на 2. Ну, визу один здесь против Акса и Феникса бы явно не выстоял, то есть не скажешь, что ему Bane сильно поможет, да, но хоть какая-то поддержка. Ну, издалека можно он побить вот так вот, фиксу бьет. Не так, чтобы прям сильно больно Близзе, Близзе вообще, конечно, специалист по Аксам, поэтому попробуй ты его прогони, попробуй его здесь убей. Он крутится, вертится, очень много хапоригена, мы видим танго, просто кромное количество. Убить его сейчас, если захотят очень сильно. Есть ли порту Близзе? Да не, нормально, нормально, все нормально, все в порядке, Близзе, полный порядок. Так вот, центр, наверное, это то, что нас интересует больше всего. Это Дэнди на Зевсе против Шторм Спирита от Мэджикала, очередное противостояние. Здесь линии не настолько уж и проигрышные получается у Дэнди, то есть на Зевсе действительно можно стоять против Шторма, можно даже эту линию попытаться выиграть за счет постоянного спама своей первой молнии. Но, соответственно, должны быть артефакты у Дэнди, и должно быть чуть больше импакта от него в игру. Если посмотреть по истории, скажем так, взаимоотношения Дэнди после того, как он из состава основного ушел, то Дэнди еще ни разу на Ви не переигрывал. Он играл за секрет, матч проиграл, играл против команды Нави в групповой стадии, матч проиграл, и вот сейчас третий матч, попытка еще раз переиграть Нави, и пока 0-1 летят. То есть пока как-то вот собственную организацию выиграть не получается. Так, а так у нас пошла с временем снизу, но Чуваша, и это первый фраг для мебельных стайм начинают разгоняться. Виспа и Гирокоптер начинают делать убийство. Это опасно. Да, и Кристаллайз также здесь не соперник, особенно, когда закончится Метаброфоза. Сейчас немного, конечно, пофармит ТБ, но потом ему, безусловно, будет сложнее. Снова два милишника, снова против двух рейнджей, которые постоянно харассят, которые постоянно заставляют использовать тебя какой-то реген. и Вига-Сквадрон действительно снова могут эту линию выиграть при участии Гирокоптера и Виспа. На миде же, как мы видим, пока что Мэджикал Дэнди снова переигрывает. В этот раз на Штарме 10-5-6 на 1. Ну вот, начало положено. Маловато у Зевса прям. Что-то такое интересное происходит. Первая молния не дает ему того самого нужного крипста, то что удивительно, да, Зевс. Ну, нормально все. Так. Тут убивается, вроде, тычка у Зевса стала тоже. Чуть посущественнее, да, доносить урон, побольше дэмэджа. Оп, Лиззи тут загулял. Хорошо. Такой подарочек. Что он там забыл вообще? Подовышкой, без крипов где-то. Ну, второй фраг, Вига-Сквадрон, Нави дают фору. Фору дают? То есть, это вот так вот это работает? Для большей интриги, что ли, в серии? Не, ну, это не серьезно. Мэджикл 14 на 5, Зевс 11 на 1. Загоняет Энди, старается не отставать по крипам. Все хорошо. Санэк здесь тоже пострадал. Есть килочка. Близи вернулся на линию. Снизу перестали, пока умирать Нави. 2-0, пока Вега начинают чуть лучше, но сильного преимущества нет. По крипам мы видим у кор-героев более-менее заплантированное, все одинаково. Ну и никаких пока перемещений нет от саппортов. Никто не пытается ни Зевсу помешать, помешать ни Шторму. Шторм Спирит, помнишь, раньше, когда у него были проблемы, когда было очень много активных четверок наподобие Найт Сталкера, вот чего-то такого. Эр Спирита постоянно этого Шторма гоняли. Вот сейчас, наверное, мета для него более благоприятно складывается, как ли героя. Ну, слушай, если бы эти же самые персонажи были сейчас за сторону Нави, то Зевса тоже не сдобровать. Зевса от этого и не так часто пиклся в центр, просто потому что гангать его легко. Сверху теряем убивают Феникса. Третье убийство для Веги. А Нави пока нечем ответить, у них пик не располагает к ранним убийствам абсолютно. Шторму нужно левел получать, фармить, террор Глэй бы, в принципе, то же самое делать. Ну, а Акс, как мы видим, за счет вот этой своей смерти несколько просел и комфортно себя абсолютно Тени сейчас чувствует. Ну, Веги хотя бы на линии все хорошо. Так, снизу. Опять пытались раздамажить здесь Мадара вместе с Мебельных Стайм. Чуваши с Кристаллойстом это пережили. Добивают крипов, как могут. Террор Глэй, 17 на 3. Пока, ну, линии неиспрятанных, естественно, да. Но с другой стороны, я не помню, когда последний раз у Террор Глэйта были, был Трифарм вообще. Контроль Руна 5. Здесь воровал Тени, там заберет Бэйн. Неплохо, что снизу-снизу забирает, там вижу Бэйн. То есть, получается, что... А, нормально, по 2. По 2. Чуваши-то 2 забрал, да, все в порядке. Все в порядке. Шторм Левел 6. И просто полетел на этого зеркал. Что происходит, Мэджикл? Да ладно, в соло. Просто идет до конца, добивайся, Дэнди, есть ТП от Бэйна, спасет ли Дэнди на развороте проказа, дайте выживает! Ну, не без помощи Пекса, конечно, но удалось это сделать, Дэнди, ну... Ну, это так нагло было. Да, слушай, аж Транспирта стики не нажал, вот на что. Вот просто он прожимает сразу же свой ультимейт и... Ой, и пытается убить Дэнди в соло. Под вышкой, зная, что там хороший, сильный проказ, зная, что вероятность сейфты П достаточно велика. Очень странный мув, но Дэнди ему благодарен, я думаю, за это. И 5-0. Слушай, ну вот Мэджикл, чем мне нравится, это своей вот этой вот агрессии. Вот он чувствует персонажей, он действительно, вот не просто так наиграл на темп-парке огромное количество игр, тем более в официальных матчах. То есть он понимает, когда можно пойти и просто убить. Сейчас, в принципе, тоже все было неплохо, но вот опять же, стики там не прожал, да, насколько я понимаю, у него там 6 стиков было, не знаю, сколько бы это спасло. Ну и чуть дэмэджа действительно не хватило. Но агрессия, но вот этот вот азарт в глазах, кровь кипит, и просто хочется пойти и доказать кому-то что-то, это, конечно, интересно. Вот ключевое здесь кому-то что-то, кому он доказывает, да. Ну скажи, если бы он сейчас сделал первое убийство, получаешь сразу, можешь и леса подфармливать одновременно, то есть и деньги лишние. Ну то есть можно было, можно было с этим играть. Рискнул, риск получился неоправданным. Ну что ж, 5-0 повели в Вега, отличный старт для них, возможно, даже получше, чем за эти же 5 минут на предыдущей карте. Гирокоптера все прекрасно, он опережает довольно существенно. Сейчас ТБ, Мид не проигрывается, а на прошлой карте, как мы помним, Мид там Денти проиграл очень серьезно и умирал, дважды умирал в соло. Даже иногда выигрывается, да, нет? Да. Ну, например, сейчас. Ну ладно, это, конечно, нельзя назвать победой на линии, да, потому что, ну, Штурмспир тут сам пошел сам обер, при этом Крепса, то все равно Штурмспир это получше осталось, как ни крути. Ну и плюс ТПш, все-таки тоже надо учитывать, то, что Бейн потратил. Это тоже сыграло, безусловно. Но 5-0, так-то счет выглядит, конечно, разрывающим, хотя на самом деле экономику это никак не сказывается, но по Крепам есть проблемы. Есть проблемы, потому что Террор Блейд не дофармливает, мягко говоря, 21 крип всего лишь убитый. И вот эту вот агрессивную Даблу-Треблу, которую поставили в Эгас Патрон, пока она, кстати, отрабатывает. А так на Кизу успел тоснуть, неплохо сыгранно Кизу будет жить. Ого, а вот это рассказ, это неплохо. Вот это нежданчик. Действительно нежданчик, но ультимейт Узерс появился, пожалуйста, сразу. Скомбинировали, командная игра работает, слушай, несмотря на то, что Дэнди как стендин, в этом коллективе, но связи есть. Все в порядке. Скомбинировали вместе с Кизу, фраг сделать получилось. Шестое убийство для команды Вегас Патрон, отлично. Посмотри, как сильно отстает Террор Блейд от Гирокоптера. Полтора раза. Вегасу как-то со спины зашел, слейп дал, тут же ТПшка от Санейка, есть Рефлексион, Санейка пролетел, и Карус Дайв дал. На этом все. Ну, защитились. Нави своего героя не потеряли. С другой стороны, опять ТП, опять цепь ТПшка. Кстати, Шторм, как мы видим, фармит лес, оставил он свободную линию для Дэнди, но они примерно одинаково будут выносить денег. Один в лесу, другой на лайне. Ну и мне кажется, что сейчас Мэджикл будет играть несколько осторожней. Хотя вот бежит вниз, попытка, возможно, будет напасть на Виспа, просто чтобы не так сильно напрягали там ДБ. Это может на самом деле получиться. Скорее всего, форма есть. У Террор Блейда нападают на Мэймин Экстайма. Того точно убьют, и Мадару, судя по всему, также не отпустят. Вот это минус 2, отличный выход от Нави, первый же результативный ганг от Штормспирита. Ну да, такое приятное убийство. Ты вроде как далеко даже из леса не уходил, поформил там нейтральных крипов, увидел фраг на Виспе, пришел, его сделал, забрал руну, вернулся в лес. Четко, здорово, все круто. Там стоит отметить еще и айтембилд Близзи, мы помним, что в первой карте он купил себе Вангвард, первым айтемом теперь покупает Худ, и понятно, чем это обусловлено. Играешь против Зевса, против магии от Гирокоптера, соответственно, против Раскаста в Тине, поэтому будь добр, купи Худ оф Дефайнс, тебе это поможет танковать. Так, хороший айтембилд, очень ловко он изменил своим начальникам стандартам, в плане покупки Артипакта. Опять полетает Мэджикл на Дэнди, пошел снова убивать его в соло, ладно, здесь не в соло, Элдер Тайтон помогает, и Дэнди на этот раз уже никто не спасет, Дэнди погиб. Еще одно убийство для Мэджикл, и Мэджикл начинает разгоняться. Санейка успел улететь в этот раз, и получилось в команде Вегасквадрон хоть как-то ответить, ну и помощь не последовала Зевсу. Третье убийство также теперь безответное для Нави, ну и мы видим, Шторм моментально вырывается на первую позицию, опережает он теперь гирокоптера, ТБ, конечно, проседает, но ТБ свой геймплей начался, он уже сместился в лес, бросил свою нижнюю линию, и наверняка там на какое-то время задержится. А Шторм Спирит, как мы видим, не собирается останавливаться, бежит снова вниз. Ну, коктейлис бы разделить, на самом деле, на двоих, потому что Шторм Спирит тоже любитель подфармить нейтральных, надо кому-то место на легкой линии занять, хотя бы экспопно получает, например, Элдер Тайтану. С другой стороны, Мэджикл, да, вот он сейчас сделал два выхода, вполне успешных, можно в целом продолжить, почему бы и нет, вот, например, есть приятный такой фраг на Maybe Next Time, который сейчас можно организовать, там Солу Ринг Maybe Next Time продал, Астрал Спирит готов, и, ай-яй-яй, прервать тизер здесь не удалось, и на этот раз не получилось сделать минус. Потратили немного времени, тем временем ТБ, уже в верхней части леса, возвращается в нижнюю, у Акса пока так же свой геймплей, никуда не отвлекается, у Акса не самый лучший был старт, он в любом случае хочет купить свой блинг, свой Вангвард. Очень сильно магический прокаст в этот раз Сувига Сквадрон, будут ли как-то пытаться отвечать на это Нави, ну да, там не Вангвард, там все-таки Худ появился у Акс, возможно, и Пайп он дособирает, здесь он точно лишним не будет. Ну, не знаю, Пайп, может быть, это слоуплей немножечко. Пайп на команду, конечно, круто, Мэджикл снова не падает, на мейпинокс тайм, просто против двоих начинает драться, Мэджикл, что же делает этот парень, но попробовал на прочность, там кулдауном отбрасывается, залетел еще и Феникс, с пирицами забросил, Беспавис, всгорел, такие, все-таки этот ганг был осуществлен, несмотря на то, что сам Мэджикл это убийство не сделал, но тиммейт подстраховал, как бы там не было, это очередное убийство, 4 подряд фрага делают на Ави, теперь уже счет 4-6. Очень быстро у нас меняется ситуация на карте, сначала одни начали здорово, потом другие проводят великолепную пятиминутку. Да, причем вот мы говорили, что Шторм Спирит, конечно, потом по игре будет весьма хорош против Зевса, и поэтому Зевсу нужно получать чуть лучший старт, быстрее артефакты свои копить, потому что потом будет сложно, потому что Шторм будет просто райт-кликом на тебя нападать и убивать. Так, смотря на ход, тут погибает очень быстро, Акс, Принцап был, нашли, кстати. А тут ловить будут. Нависпа поймает, еще и будут собирать нейтрально. Пусть и мои детства с Виспом, из Гирокоптера просто прилетели, а это зря, скорее всего, Мадара сюда привезли, или нет, давайте посмотрим, минус Твист и минус Гирокоптер. И Гезу очень много урона получает, но нужно бежать игрокам Нави отсюда, они, в принципе, максимум выжили из ситуации. Так, план перехвата, и Чуваш погибает. Это минус Гирокоптер, наверное, в пользу Нави получился этот заход. Все это время фармит ТБ, ну вот, как обычно, да, любая игра с Террорблейдом, вначале его немного напрягают на линии, потом он ее покидает, уходит в лес, и его там никто никогда не ищет, и он свое рано или поздно безусловно вынесет. Кстати, также будет Худ себе покупать, понимает силу прокаста команды Викосквадрон, ребята из Нави. ТБ такой персонаж, который не очень боится физики, и имеет запас брони весьма большой, собственный, 21 у него сейчас, но он очень стеклянный по отношению к магическому урону, то есть его рассыпать прокаста Зевса довольно просто взамес, особенно если появится какой-то аганим, вообще хорошо его так ловить и убивать, мкая какая-то, поэтому хочется купить себе что-то на защиту. Мэджикл снова полетел за Дэнди, и снова нет помощи никакой, и это Мэджикл, очередной фраг для Нигму, уже превосходство, ну здорово, здорово действует этот парень из центра у команды на Викосквадрон. Уже, кстати, довольно сильно опережает Дэнди, более чем на 1000, вышку также снесли Нави на центральной линии, и теперь с нами бывают, затем немного вперед, и Гэсквадрон перемещаются, как мы видим, вообще вчетвером, во вражеском лесу, никого здесь не находят, ну и сами в последнее время как-то не пытаются чего-то предпринять. Ну, пока все на равных игра идет, то есть мы видим, конечно, здоровские подключения Шторм Спирита, с другой стороны, Вега начальными своими убийствами сделали себе небольшой задел по экономике, в результате баланс, в результате разница в один фрак, всего лишь 14 минуты, то есть Герокоптер хорошо идет, Шторм за ним, Тини, Акс, ТП поднялся чуть-чуть, ну вот разве что у Зевса сейчас шестой над ворс, хотелось бы чуть побольше иметь. Ну и Акс, прямо после этой вышки сумеет купить себе блинг, который можно со смоком, со штормом вместе попробовать реализовать. Ну вот, причем правильно, да, никаких вот этих слоу-плей, пайпов на команду то не нужно. Нужно купить себе быстрый блинг, как делает Близи, потом, не знаю, Блэйдмейл какой-то опять же выйти, и просто ходить и гангать, убивать, Близи это умеет очень круто делать, он демонстрировал нам свой геймплей против виспай Керокоптера на предыдущей карте, это выглядело очень успешно, это выглядело очень круто. Века как-то не могли избежать вот этих врывов от Близи, почему бы действительно не продолжить в том же духе хардлайнеру команды Нави. Ну и пошли в Вега в атаку, пошли искать ТБ, ТБ в другой части леса, поэтому этот ганг, судя по всему, не увенчается успехом, и может все получиться, если Нави сделают телепорты, потому что больше будет игроков Вега здесь его там, врыв на акта, я уже по всему убью, то есть, просто забайсили, сейчас ставят суперновым, Мэджкл, тут-таки полетел, будет и байк, будет убивать, конечно же без памяти, с Герокоптером получился сделать о Финс Грид, надо сбить чем-то, сбивать нечем, убивают Мэджикл, 2 в 3 пока, ну и в погоне бросается за чу, прыгает Хизо, молния сверху, пытается распутить свой танчик, и его просто тостают и будут добивать. Четвертое убийство для Вегас Падрону и байт удался, то есть, они действительно знали, что пойдут там какие-то сейф-тпшки, что близи будет, возможно реализовывать свой блин, который не только-только появился, и моментально среагировали, но вот смерть Герокоптера, это естественно неприятно, но компенсацию свою Вега получили, с 15 минут контроль баунти, и должно быть больше баунти сейчас для Веги, 3, но тоже неплохо. Да, это отлично, отличный мув вообще вот Вегас Падрон, мне прям понравилось, как они сошли там за вышечку, это настолько, мне кажется, ну нам, комментаторам, сверху видно, и понимали мы, что здесь, скорее всего, будут ловить, будут байтить, сами Na'Vi это не прочитали. Чем не знаю, конечно, вот знали ли Вега, что у Акса появился блинг, то есть он естественно его не показывал, но с другой стороны не могли посчитать, то есть там Акс стоит на линии, сносят вышку, то есть он получает сразу какой-то хороший прирост по деньгам, и соответственно сразу снизу будет идти защищать через блинг, то есть если они и этот момент прочитали, то это выглядит, конечно, вдвойне круто, потому что они, ну просто продумали на два шага вперед. Пока это получилось, может быть Na'Vi так и стоит ловить, потому что Na'Vi любит врываться с Аксом, можно байтить на кого-то, хотите контринициировать, почему бы и нет Пексу, ну тут он куда-то прям совсем не туда забрел, не теми тропами идет товарищ, ну и, наверное, не спасти не как Пексу. Да поживет еще какое-то время, телепорт сбить будет нечем, Crystal Ice, конечно, очень много урона наносит. Да ладно, неужели, да быть такого не может? Да, нашли, нашли, конечно, но это должен быть все-таки легкий. Там параллельно снизу у нас драка на вражеском Шрайне может начаться, так и есть, и хорошая Supernova, может здесь погибнуть Мадара, однако обрывается к Езу, здорово, убивают Штарма, что самое важное, а Мадара будет жить или нет? Мадара, Мадара живет, да, конечно, будет жить, мэппинг с таймом выхиливал и нерезультативная атака в исполнении Нави куда-то под Шрайн. Немного хладнокровия не хватает Нави, да, вот немножечко, даже не хладнокровия, наверное, какой-то толики разумности, почему? Потому что вот Темпларка, изначально и Шторм Спирит от Мэджикал уже в центре ошибался, да, просто потому что залетал и отдавал фраг Зевсу. Сейчас они два раза уже нападают подряд куда-то вообще непонятно куда, не видя противника. Снизу смерть, потому что Близи ее спровоцировал, прыгнул, погиб и подверг смерти еще своих трех тиммейтеров. И сейчас тоже на святыню чужую вдвоем полетели, ну втроем даже, окей, на чужую святыню. На что расчет? Естественно, Вега сейчас очень круто делает, потому что они ловят Нави, и кажется, это такой вот ключ к спасению в этом матче. Агрессивно играет Нави, окей, играйте, мы будем вас ловить, нас будет просто чистая на большинстве, и будем контрагестировать. Ну, стола, конечно, отдаваться нельзя. И еще и стриг отдавать Кизу, что ты тут забыл-то? Непонятно, Мэджикл просто принес стриг из пяти фрагов. Мэджикл доволен. Да, должен сказать спасибо. Есть у него, кстати, Кая, будет покупать себе Бладстоун. Штармспирит полетел куда-то, увидел Дэнди, Дэнди Юл, пытается скрыться, пойдет и дальше. Мэджикл, ну, конечно, пойдет, этот пойдет точно до конца. Теперь нужно попытаться уйти, потому что Мадаром и Минэкс-тайм рядом, он не остается у Мэджикл. Ракета есть хорошо, врыв, вот это врыв, но есть лип. Так, что дальше делать? Бежать. Надо дальше отойти. Ну, залетел, убил Зевса, до этого убивал Тинни, Мэджикл хорош. Ну, вот, я только говорил о том, что, кажется, Вега прочувствовали, как нужно Нави ловить-то, а в итоге кажется, что нет, все равно в соло умирает персонажа. Вот если бы они, вот так же сейчас, например, на Дэнди запайтили, на Кине в центре запайтили, это был бы выхлоп. А так получается, что Мэджикл, ну, вообще по карте делает, что хочет. Залетает, умер, не страшно, возродился, вижу цель, не вижу препятствий прямо туда за противником в чужой лес делать фраги. И это, что самое главное, удается. А чем дальше, тем сложнее будет с ним справиться. У него еще нет никаких слотов на вживаемость, линки, БКБ, чего-то такого. Пока просто будет стандартный Бладстоун. И вот потом, когда он появится, нежелательно ему отдавать эти фраги, чтобы он заряды лишние не получал. Поэтому Вега надо как-то пересмотреть вообще подход к игре против этого шторма. Кристаллайз, ну, 20 минут занимается исключительно своими делами. Худ, Яша, дальше Сенж, как мы видим, ну и Блокиндвар в проекте. БКБ здесь жизненно необходимый артефакт, конечно, для Террор Плейда. Ну, ему пространство очень много нави дают. То есть и Близи врывается, и Мэджикл врываются. Они все где-то на передовой. Они все привлекают себе внимание стороны противника, и, соответственно, Террор Плейда вообще никто не трогает. Ну, вот серьезно, как будто Вега забыли про ТБ. С другой стороны, не сказать, что Геррокоптер страдает, а? Геррокоптер топовый сейчас Нетворс, БКБшку он себе купил, никаких Сия. То есть мы понимаем, что все это еще очень сильная связка с Виспом, то есть и Блэйти это тоже будет работать. Но сейчас выходит Вега сами в свою атаку, есть Смог, отправляется в чужой лес, там стоит Вар чуть повыше, но инфы кажется не хватает. Не, инфы не хватает. Наверное, кажется, что-то поняли, уходят сами вниз. И, судя по всему, сами будут смог прожимать, там, феникса есть два штуки. Контроль баунти нужно на Досан и сейчас в первую очередь забрать баунти, потом можно смаковать. Да, так и происходит. Ну, следственно, Вега на топе тоже будут две баунти забирать, тут как-то все ровно получается. Да, ТБ слушай вторую же по Нетворсу. Спокойно, тихо фармит, фармит, не видно, не слышно. Худ купил себе для защиты Яшу, для ускорения фарма выйдет в стенджинг Яшу. БКБш какая-то там и нормально, уже может принимать часть отрака. Уже будет готов. Пока вот и я. Команды вышками в данный момент размениваются. Интересно, пойдут ли дальше ломать Т2. Сталайза есть метаморфоза, если что. Он ее включает и действительно пошли Нави просто ломать Т2 вышку снизу. Лего пока не могут похвастаться такой же скоростью снос товаров. Так, ну вот грифты нажали, тир-1 снесли и очевидно не успеют уже тир-2 сломать, поэтому идут на ТПшках, будут сейвить свою вышку. Есть лифт. Альтертак у нас распирит. Рассказ от Тини с ультимейтом Зевса. Феникс пролетел, Супернову сейчас должен поставить, ставит Супернову, врывается и ловит, близит двоих, трелокейтит, ловит, как же четко принимает этот парень с топором. Что он делает? Инави сейчас просто похоронит всю команду Бега, падает Тини, спектр лоу хп, минус 4, Дэнди вынужден просто прятаться у себя на базе. Близи, вот это тайминг, вот это прием, шикарно, просто шикарный Акс. Ну Близи царь вообще в этой серии. Что творится на этом Аксе? Просто не щадит Виспай Геррокоптера. Берите Виспай, берите Геррокоптер, имба согласен. У нас есть своя имба, зовут его Близи, играет он на Аксе. Здорово. Просто принимает всех, четко, очень четко. И бараки падают, 22-ая минута, ну насколько же неудачно это все получилось для Вега Сквадрон. Нави, ну Нави выиграли скорее эту драку, нельзя сказать, что Вега ее там проиграли, именно Нави выиграли своими действиями, своим чтением вот этой игры. Минус сторона, очень рано падает, 22-ая минута, и сразу же мы видим два героя Нави вырываются на первые строчки по Нетфорсу, 6 тысяч повели Нави прямо сейчас, и как собираются выкарабкиваться Вега Сквадрон из этого не совсем понятно. Цена одной ошибки, цена одного слитого файта вблизи своей базы приводит к тому, что теряют крайнюю линию, это не центр, который очень легко отбивать, это нижняя линия всегда будет проблемной, но Вега ставит себя в очень удобную позицию сейчас, проигрывая в серии, 0-1, я напомню, вторая карта уже проигрывает 6 тысяч, динамика не очень хорошая, кор-героя команды Нави раскачаны, не знаю, не знаю, что может спасти, покупаем рапиры и дефим, как старые добрые, что еще остается? Ну, проблема в том, что вы можете еще одну так же абсолютно драку проиграть, потеряете вторую сторону, возможно, была ошибка, да, изначально сражаться за эту вот д-2 лужку. Снова пошел, на кирокоптер наваливает, пытается вырабатывать месяц вблизи, может получиться, близится тут т.к. сразу кастует, да, против БКБ прием, конечно, пока нет, ну и мэджикл уходит тоже. Ну, проверили, посмотрели, как там кирокоптер проделагер, как там нормально, БКБшку имею пока, нет вопросов, сразу разбежались, встретимся потом, попозже, когда будет что-то против БКБ, ну и когда БКБ, просто они 5 секунд, тоже, как вариант. Ташан по-прежнему стоит, нави пока не смотрит в его сторону, нави и так все прекрасно, можно пойти сломать оставшиеся Т-2 вышки, миг эскадрон, ну вопрос теперь в том, будут ли они теперь сражаться за эти ТВРА, либо же попытаются обороняться исключительно с хай-граунда, показывает практика, не очень-то у них хорошо получается это делать. Ну пока фармить, пока фармить, вот там молнии появляются у кирокоптера, какой левел у виспа? Получил он там свой заветный 13-й пока только, ну вот еще 2 уровня виспу надо поднять, тоже, в общем, какая-никакая, но проблема. Есть куда развиваться, есть куда расти пока, ну и главное не подставляться под ганги, потому что Близзи уже заточил свой топор, сейчас будет искать людей, убивать, ну а Нави тем временем забирают еще одну вышку, внешнее одно строение остается по центру, это Тир-2, до него можно будет идти после Рошана, например, так, Тинни хорошо, на Акса, тут же Худ оф Дефайн, висп здесь, так, убивать Аксу, это интересный, конечно, способ, финсгриппом зажимали, но отлично врывается Мэджикл, сбивает финсгрип, Мадара идет до конца под БКБшкой, прячется вблизи, но уйти не смог, там еще и ракетка залетела, мы видим в Шторм Спирит, он закончился релокей, висп улетает с герокоптером, остается Пексу, Пексу здесь погиб, один в один, Дэнди получает урну, Кизу прыгнул, рассказ Мэджикл, Вортекс Мэджикл выживает, Кизу не хватило урона, как обидно, как досадно, что делать, Кизу погибнет, тоже в итоге драков, плюс для команды Нави опять. И сразу же моментальный заход на Рошана, Нави успеют его забрать, две, как мы видим, в неполном составе, естественно, туда не пойдут, и ты еще и Аегист, а вот для кого, кстати, для Мэджикла, или для Кристалла, все-таки? Да, на самом деле, Аегист для Террор Бейды такая бесполезная штука, ну вот в том-то и дело, да, тем не менее, постоянно в каждой игре его ему отдают. Ну в Лейте там понятно почему, да, то есть у него там санта какой-то бесконечно можно давать, еще что-то, рефлекшн куда он в 6 секунд, а в данной ситуации лучше, конечно, отдать Шторм Спириту, который упрывается, который постоянно делает активности, и находят Дэнди, и я уже вижу эту молнию, дип-дип, Мэджикл тут как тут. 17 зарядов Бладстоун, у него уже, ну он, кстати, как мы видим, планирует покупать себе Орхид, не будет брать пока что никакие Блэкинг-бары, ну пока у тебя есть Аегис, пока у тебя и так все хорошо, можно и более агрессивно попробовать сыграть, вы игру как бы контролируете, ну и пошли в атаку Нави, используют Смоук. Как бы это так, и не последний стал для Веги, конечно, зачаться будет только как трудно. проигрывать драку нельзя точно. Ну, это, это факт, это действительно факт. Обходят, план Капкан, так, тут Пексус Эндрик поставил, что-то понимает. Матару на хайграунде подальше, постоять еще один Сендрик, Феник залетает, что он спирит туда же, просто в наглую бросает с нами, на этого Бэйна, знает, что нет Девса, принимает драку, пока Вегас Тедрон не готовы, но сейчас они будут числены меньшинствей, еще 40 секунд, так погибнет центр, надо 24х5, а с учетом Маги, там вообще, очень сложно все будет для беги, коллдаун, тут же прыгает Лизи, неудачно, раскат, а Тинни неплохо, Фениксов терли, гирокоптер под БКБшки зашел, будет расстреливать, заходит Кристалл, и там под БКБ, то ли драться, то ли нет, непонятно, Чуваша составила свой стан, и скорее всего погибнет от Флэка, и Нави залетели неудачно. Тинни хорошо все сделал, там Кизу молодец, пошел цель, вырубил с прокаста, и уже позволил гирокоптеру с БКБшкой залететь, кучу дэмэджа внести. Вот этой суперновой Нави не хватило, сейчас, как правило, до нее пока не получаются у ребят из Вега Сквадрон добираться, вот этот минус действительно выиграл немного времени команде Вега Сквадрон, и Нави придется попытаться зайти еще раз, а Егер у них по-прежнему есть, Маджикова его не терял, поэтому очередной выход, я думаю, не за горами. Играет с регенерацией, терпеть, терпеть остается Вега Сквадрон, больше это делать нечего, просто терпеть, надеяться, что вот Вис поднимет свой левел, гирокоптер, там еще парочку слотов каких-то на урон, вот Йолнир себе прикупил после этой драки, круто, Йолнир это, безусловно, усиление в замесе, безусловно, больше дэмэджа будет носить гирокоптер в драки, вот их нужно еще больше, нужен аганим, который подарит Вис, очень нужен. Вообще не дают продохнуть, ты посмотри, очередной смок. Красивые смоки от команды Na'Vi. Они два же, да, только что прожали, я ничего не путаю, ну да, будут в очередной раз пытаться, пока Ягис работает, это необходимо делать, Кезу тем временем сверху толкает линию, Вега Сквадрон готовы принимать бой. Я не знаю, как играет Na'Vi, тут уже даже под Фир 4 небезопасно, вот в этом проблема, потому что этот Близи может залететь куда-то туда, под фонтан, и тебя стагарить. Вот Дэнди, кажется, этого не ощущает, сейчас Дэнди выходит слишком далеко вперед, да нет, это просто будет лучше, да, все-таки поймали Дэнди, Мэджикл уж тут как тут, Феникс пролетел, поскакивает спирит, понимаешь, там БКБ, лучше пока отойти, близим, таки поставил, там Мэджикл все-таки сможет обидеть Дэнди или нет, Климеркейм, Дэнди выживает, а разворот расставался, минус Феникс, и никого не теряет, Вега Сквадрон. Чуваш там бегает, лоу хп, и не за ним атака, Кристалайза пытается набрать, есть Тос, Тос Кристалайз берет до последнего, Кристалайз погибает, и Na'Vi очередная попытка, минус 4, от команды Вега Сквадрон. И отыграли очень много денег, Это Na'Vi просто подарки несут, они действительно хотят интриги, похожие в этом матче, ну не может сдержаться команда, я прям вижу, что вот у них, ну нет вот, нет стойкости какой-то, нет ощущения того, что нужно, наверное, поспокойнее сыграть, да, ну смотри, что делает Мэджикл, ну что он делает, этот парень, окей, вот желание победить во что бы то ни стало, конечно, Na'Vi, оно превалирует над здравым смыслом, зачастую, с другой стороны, конечно, очень прикольно играют ребята, вот гангуют, постоянно нападают, нагло, дерзко действуют, но из-за этого бывают, их наказывают, дважды подряд, драку отдают, и для Вега Сквадрон действительно прям, то, что им было нужно, это прям большое спасибо Na'Vi, кричит сейчас Матара, потому что у Матары есть время, Матара может купить себе какой-нибудь МКП еще дополнительный, куда они летят? Ну, не все просто успевают добраться до Зевса, вот сейчас не убили Дэнди, и он огромное количество урона успел нанести за эту драку, шторм, но он может так быстро сокращать дистанцию, Акс не всегда успевает, какой-то случайный флэг прилетит, и все, даггер сбит, и ты уже прыгнуть не можешь по Т4, как это делает шторм, нужно пытаться снова, либо в этот раз уже сыграть поспокойнее, чтобы переждать, купить слоты, дождаться следующего Рошана, там Вега на самом деле уже и драться у него смогут, Кезуа, так, по просветочкам что? Просветочек нет, вот она, но не туда немножко, не получила заганка Кезуа, да, Na'Vi возрождают свой старый добрый девиз, вижу цель, не вижу вот этого препятствия, туда-сюда, просто находим какую-то цель, даже если она на базе у противника, даже если возле фонтана, неважно, просто летим и пытаемся убивать, да, ну понятно, что более опытная команда, конечно, того бы наказал, с другой стороны, они понимают, что они могут позволить себе, видимо, играть и так, то есть, ну, раз ошиблись, два ошиблись, ну, да ладно, там, найдем следующего Рошана, заберем его, там, все равно террорбейт фармит, там террорбейт победит, то есть, как бы там не играли, Нави, скорее всего, они там должны победить, условно, но забегу обидно, Веги дают шанс, в очередной раз, вернуть, игру, в нормальное русло, сравнять счет в серии, ну, Вега обязана просто этим шансом пользоваться, это подарок от противника, этими подарками, Нави больше разбрасываться, возможно, и не будет, бабочка готова, террорблейт, амадара, продолжает пармить, да, от МКБ, это, наверное, самое лучшее решение, которое сейчас можно придумать, Нагира, как раз таки, и это дополнительный урон, с флэка, по всем, естественно, это возможность пробить ТБ, с этим проблем нет, так, Нави, кажется, нашли ту самую цель, какой-то, какая-то красная точка, замелькала на карте, это как вызов для Нави, они всей толпой тут искать, всей толпой, обязательно, мне кажется, они здесь не должны, слушай, там хороший, скан замечательный, на скане понимали, где находится противник, где прячется, и штампир полетел, Мэджикл здесь, он находит противника, действительно, ныряет в Лизис, туда же, не жаль, они убьют опять их, но тут, да, тут сильнейший гирокоптер, конечно, под БКПшкой, тут еще и помогает Зевс, мы видим, ставят Нимбус, Maybe Next Time, все-таки взорвался, кристаллайз последним тычком, но не достал, Хизу уже подтягивается, Супернова поставили, гирокоптеры не отыскали, так, возможно, он будет компрометирован, как команда Ивека, потому что сейчас будут цеплять кристаллайзер, тут БКП успел в последнюю секунду нажать, ну и разве что Бэйна заберут, Нави, 1-2 в итоге, 2 спорта ВАКСа, АКС в последнее время, как-то согласись, ну не то, чтобы он плохо прыгает, ему ресурсов не хватает, у него нет ВГ, его там гирокоптер уже физикой убивают, у него есть только Худ, Шадоублейд и Блинк, он просто не похож на танк, который действительно должен впитывать дэмэдж, ну гирокоптер начинает преодолевать те пороги, когда он был защитным айтемом с БКБшкой, да, и там старался просто выжить в другую, скажем так, категорию гирокоптеров, который начинает уже сильно дамажить, действительно, на таком АКСу тяжеловат, это все не впитать, разрубить за только один свой кол невозможно, гирокоптер выживает, переживает этот урон, потом нажимает БКБшку, потом начинает бить с плэка, это слишком много физического урона, но пока размен вроде как полик наиве получился, что там по Рошану, Рошан скоро сработает дополнительный таймер, ну и наверное вот там случится следующее сражение, будут ли готовы вега, кинскрипы нет, только-только потратили, БКБ приобретает себе Кизу на тине, Нимбус от Дензи мы уже видели, это в драках очень сильно поможет, и дальше гирокоптер доформил себе на МКБ, и ставится следующим артефактом легенд сфера, ну вот как раз еще один артефакт, для того, чтобы подольше жить, урона у него в принципе на данном этапе уже много, Горошан, кстати, появился, Вега прошелец мог под варном, да, пойдут, пойдут и нави об этом должны знать, просто разбегаются в разные стороны, он сейчас очень грамотно действует, а на сплетпоши естественно нужен, то есть подогнать крипов поближе к базе противника, заставить Вегу стянуться на базу, защищаться, а сами тихонько зайти на Рошана, вот и Вега пусть выбирают, что делать, на Рошпит идти сейчас, или там, да, Мэджикова прогонять, Мэджикова естественно уходит, попытка подлобить Нимбусом Дензи, не увенчалась успехом, вот теперь был звучат, а нави теперь могут пойти на Рошана, смело, ну да, в принципе довольно быстро они не будут сумеют убить, нави может быть сами попробует, какой-то смог атаку организовать, ну сейчас да, вот просто идти пятером, например, не убив противника, не зная где он находится, точно идти на Рошан опасно, потому что опять же в узком проходе под Нимбус, под флэг, под колдаун от гирокоптера подставлять, ну вообще не хочется, Вега ломают варды, знают где варды, только что были сломаны, нави есть инпа, есть временное окно, оно небольшое, но оно имеется, и нет, решили отойти, сперва подраться, смог, драка за Рошана сейчас, это очень важно, смог на смог, у нас стычка, Феникс идет вперед, здесь Кизо, его сагрили, прямо в инвизе нашли, Штрансбери залетает, Кизо есть БКБ, об этом не знали нави, Нимбус ставит, так, игрокоптер пошел слэка расстреливать противника, Мэджикл играется под БКБшкой, Пикса очень мало здоровья остается, Бис погибает, и лишает жизни еще и Бэйна, два минуса, да, ну а Вега никого убить не смогли в итоге. Колоссальный урон там, Шторм наносил в файте, он влетел именно в тех персонажей, которых нужно было, минус два саппорта, без саппортов Вега никуда не пойдут, нави естественно, зная, что у них скоро закончится метаморфоза, форсировать события не будут, они попытаются просто спокойненько забрать Рошана, байбэк, вот виспа, хотят, хотят, знают, что метаморфоза закончилась, ставится Нимбус, нужно разрушить быстро, Нимбус разбивая, на самом деле успевают, успевают Вега, нави разбегают, потому что распирит и не так много маны, вот без маны штормом, да, не очень хочется, для этого есть святыня, Clarity и святыня, да, да, быстро восполнить запасы, и там уже террорблэд, это будет полезно, полторы минуты без метаморфозы, ну вот что делать, там уже Вега полным составом, Вега все еще имеют виды на этого Рошана, очень напряженный момент, 9000 ведут нави 24-22-10 в серии, и пока ведут, напомню, что игра в лузерах, друзья, тот, кто проигрывает, занимает пятое, далеко не почетное место, хоть и остается в DPC поинтах, зарабатывает 40, но безусловно, это не тот результат, на который рассчитывают и нави, и Вега, пусть даже с заменой, на этом турнире, близи, прожал Shadow Blade, то же самое делает Кезу, парт из центра, готов идет, ворвался, Акс, так, Зевса, заслипали, пытаются его убить очень быстро, есть финс грипп, конечно, демэджи и так много перерубает, просто близи, он там Матара в центре события, слэка расстреливает, минус Феникс уже погибает, и Акс слишком много залетел, но заканчивается БКБ, что дальше, Peksa low HP, Гастлайз очень быстро его уничтожает, 2 в 2, Зевс сделал байбэк, нижняя линия там горит, ее нужно отбивать, Сайленс летит, это для Штормспирита, маны, правда, маловато, да и HP тоже недостаточно, но отойти пока, ну байбэк от Зевса, это вот, наверное, тоже очень существенно, это говорит о том, что Зевс лишних артефактов в ближайшее время не выформит, да и подставляться ему нельзя, а ведь как не подставляться, когда против тебя играет Шторм, когда он может в любую точку карты за тобой залететь, еще и Сайленс, он себя приобрел, тебя просто заткнуть и ты ничего не скастаешь, только Юлам как-то спасаться, ты это ненадолго, но отпустишься ты после Юлы, Штормспирдж останется здесь, как бороться вообще не ясно, есть какие-то Юлы, Форстаф и не знаю, что-то такое, Глимер Кейп и, очень сложно, очередной не имбус, очередной раз он будет быстро сломан, естественно, и Фига снова хотят пойти, судя по всему, выдвигаются уже в сторону Рошана, Феникс сейчас появится, у него есть ультимейт, и теперь будет Метаморфоза УТБ, в прошлый раз Максимум не смогли на авиатраке показать, важнейшей способности не было, ну и бьет Рошана, половина КП уже испарилась, и Вега очень хотят. Нависп тоже без байбэка, Вега в тяжелейшей ситуации драться вроде бы и надо, потому что, ну, вы же будете играть туда, против поедет, все-таки от Мэджика в очередной раз, еще и Санейко пытается догнать, Близи здесь, Близи прыгает, и снова ловит Хизу в Инвизе, Мэджика здесь, Салинсон нападает, Вортекс туда же, Хизу БКБ прожимает, вынуждена, но еще-то БКБ будет жить, еще-то БКБ будет жить, но в драке, возможно, Блокинг Бар просто не будет. Что делают Нави? Прямо сейчас заканчивать игру? Да, уже попытались они однажды также зайти на центральную линию, помним мы, чем это все закончилось. Ну, есть большая разница, заходить на центральную линию бить Т3, или заходить под Т4 и возле фонтана траться, это, ну, две большие разницы. Но что-то мне подсказывает, что Мэджикал не будет просто стоять и бить Т3, скорее всего, он снова куда-то полетит, а за ним прыгнет близи, потому что одного Мэджикала может не хватить для убийства даже Зевса. Подбирает он руну ДД, и... Нави мне показал сейчас смок, какой-то прожмут. Далеко Феникс, Феникс без Суперновы, у Вега Сквадрон есть абсолютно все ультимейты. Ну и байбэков нет у Нави, нету ТБ байбэка, денег немного не хватает. Гирокоптер купил себе Сатаник, тоже остался без байбэка. Ну сейчас драки нужно просто максимум выжимать. Да-да-да, это правда. Ну вот тут уже байбэком не выкрутишься никак. Гирокоптер, один файт, один флэг, ну может быть там удастся побольше побить. Ну вот, в общем, за весь твой врыв, за весь твой перст, за весь флэг он должен уничтожить всю команду Нави. План именно такой. То есть мы видим, дэмэджи у него в принципе немало, то есть он убивает Амакса, убивает Ченикса. Если тиммейты помогут, могут, можно попытаться и ТБ забрать. Ну у ТБ сыр. 2,5 тысячи здоровья, есть Сандер, БКБшка, конечно, попробуй его просто убей. В тяжелейшей ситуации в очередной раз Вегас Квадрон. Один раз мини-камбэк им подарили Нави, отдавшись дважды подряд на базе. Посмотрим, удастся ли Нави еще раз такое провернуть. Или все-таки это будет уверенный заход на ХГ. Просто забирать Тир-3, это правильно. Кизу ворвался, Мэджикл играет, с ним есть Вортекс, Виз подтягивается, чтобы спасти Кизу Инвиз, тут же ставит Супернова. Ну и Дэнди сейчас под фокусом оказывается Дэнди без Байбэка, напомню, Дэнди расхастовался, но погиб, нет, не погиб он пока, погиб Геррокоптер, а он без Байбэка, вот это страшно. Но Дэнди тоже мало здоровья, осталось секунд без него, втроем остаются, ребята, из Вегас Катрон. 2 суппорта оффлейнер, Кирпексу здесь, Пинскрипт, но его убивают, минус Биз, Бэйн сделал Байбэк, остается вдвоем с Кизу, Киз расхастовался, Террор Блейда убил Токи, но я думаю, что можно на Байбэк, когда просто придет и закончит эту игру. Байбэки от Нави, без Феникса, но вчетвером, забирают еще и Бэйна после Байбэка, Тинни остается 1, 1 против 4, но я думаю, что сопротивление здесь бесполезно, и пора просто признать свое поражение. Нави в этой серии, были какие-то проблески, и казалось, что в определенный момент может даже что-то получиться у Вега, но будем откровенны, на данном этапе Нави просто сильнее. Это правда. Ну, у Лития, на самом деле, получилось все не так плохо на этом турнире, если же будем подводить какие-то итоги, то, во-первых, они вообще не должны были сюда приезжать, они были четвертыми в своей квалификации в европейской, и то там Ликвиды отказались, Манго Бэй распались, по итогу достался слот Литиум, не успели сделать визу, вместо Мэйджа поехал Дэнди, соответственно, выступать, то есть на этих команд, конечно, огромнейший был груз, и никто от них не ожидал, что даже они доберутся до, ну, не последнего места, грубо говоря, 5-6. То есть в целом, для них это, мне кажется, неплохой результат, убили ТФТ. Ну, они прыгнули выше головы, я бы даже сказал, в какой-то степени, ну, учитывая, как они провально сыграли группу, они, в принципе, мало того, что выиграли серию предыдущую, так и попадались здесь, нормально попадались. Неплохую игру показали, тем не менее, Литиум, поздравим их с тем, что они зарабатывают первые свои поинты, пожелаем им удачи в следующих квалификациях, ну, а Na'Vi против Infamous будут играть в финале лузеров, они уже минимум топ-4, но понятно, что путь к гран-финалу, он достаточно сложен и непрост, будем болеть за наших ребят, ну, а пока передадим слово в ту финалитику. Na'Vi в финале, лузеров, дремлиги, минора, теперь два турнира 300 тысяч баксов, но нормально, все равно, неплохо, обыграли в Вегу-Сквадрон, молодцы, хорошо работают, и 2-0, 2-0 это достойный счет, и мы не сомневались в парнях после этого пика. Na'Vi 6, Dendy 0. По поводу, да, личных встреч сейчас говорит он с Митя, если кто-то не в курсе вообще, что эти числа значит. Что значит числа вообще, в принципе? Ну, Dendy 0 это плохо, все действие хорошо. Это замечательно. Что по поводу этой игры? Плохо. Это же понятно. Отлично. Не забанили шторма, шторм перестоял. Да, у него были небольшие-большие ошибки с тем, что, допустим, с Трегеном не смог убить Зевса, он там несколько раз не давал тычку в Виспа, но это все не особо сильно влияет на общий исход игры, потому что по драфту ну очень просто залетать, делать какие-то важные убийства. При Гитакс, считай, минус героев в Литон-4, минус героев у тебя еще есть подкрепа в виде Феникса, если вдруг драка пошла куда-то не в ту сторону. И самое главное, если вот это все не зашло, не хватило, у тебя есть ТБ. Как проиграть? Никак. Никак, да. Они и не проиграли. При том, что и отлично работал у нас Мэджикл, опять же, Близди вот сейчас один из красивейших моментов нам показывал. То есть, по-моему, все у них просто слажено и адекватно. И опять же, Близди, на мой взгляд, намного лучше выступает с Аксом, нежели с Энигмой. Да, вопрос только, что делать, когда этого Акса будут банить, потому что команда Акса банят. Ну, пока, пока, как видишь, нет. Везло. Сегодня. Значит, завтра, возможно, Инфомас в первой игре дня. А у нас первая игра дня? Первая. Ну, написано, по крайней мере, что первая игра от Лазера, потом играет Венера. Говорят, в честь 17, в честь 20 часов. То есть, это получается... А, нет, все равно одна игра на Ви. Ну, да. Да, да, да. Я просто подумал, может быть, они сейчас... Но послезавтра... Может быть, и две. Может быть, и две. Может быть, и две. Знаешь, на фоне вот общих успехов Инфомас, вот на этом турнире, вполне возможно, что одна и последняя. Ой, да не. Да вот, все так говорят уже, которые идеи. Да не, ну не. Да плохо играют. Не, ну то, что я видел сегодня против Комплексти, просто оказались еще хуже, как бы это странно не звучало. Они не, ну, не сыграли должным образом. Они должны были и второй выигрывать, и третью должны были выигрывать, но ничего не выиграли, и проиграли. Мне кажется, что против Энви было бы сложнее на Ви играть, потому что они уже исполнили. А, комментаторы сегодня это уже и говорили даже, что проигрывали. Все рады. Держали кулачки, чтобы мы победили, потому что всем кажется, что Энфомас послабее. Но они выиграли, значит, возможно, они не послабее. Ой, да ладно тебе. Мне кажется, главная проблема сейчас из того, что мы могли посмотреть на все Минорио Нави, это вот заходы на хайграунд. Несмотря на реально большое превосходство, вот, например, вот этот файт, а Егис, напомню, находится на шторме, и дальше что-то идет все просто отлично. Да, отдельно Станейко умирает, отдельно Акс умирает. Мэжикл, да, очень хочет сделать фраг, чувствует, что они тут уже победили, как мы сказали в самом начале, что драфт у них лучший, они так, знаешь, всю игру, типа, чувствуют, что мы лучше, что мы тут не делаем, мы как бы уже выиграли, но вообще-то, конечно, делать нельзя. То есть о том, что это может потом сработать, да, то есть у нас еще им придется сыграть сколько? 3-бл-3, и, точнее, еще гранд-финально. 3-бл-3-бл-5. 3-бл-3-бл-5, да. И за все это время они могут тут вот с такими заходами... Я на турнире от ESL но я не видел ни разу, чтобы команда переоценивала себя вот настолько, что типа вот они выигрывают там 8-10 тысяч и просто идут вперед, бежим, парни, убивай! Убиваем всех, всех, и того, и этого. Нет, так там не делают люди. Да смотри. Они подходят к кайграунду, что-то там смотрят, выжигают, Герои странижой, бьет вышку, стоит вард обязательно. Аккуратненько, аккуратненько так влево, вправо стрейфятся, понемножечку бьют, соперник не выдерживают, допускает ошибку, кто-то становится чуть ближе, кто-то чуть дальше, прыгает один герой, резко убивают, там байбэк, те отходят сразу, без вариантов. Отдали какого-то там саппорта, все, пусть он умирает, мы отошли. Они такого не делают. Пошли, убили герой во второй раз, 4-5 поднимаются на хайграунду. Да, они не ошибаются так, как ошибаются Na'Vi уже, в которой игре при заходе на раш... На хг. Так делать нельзя, потому что не простят. Скажу, что у противников хороший пик для дефа хайграунда. Тот же Гирыч стоит в БКБ стрелять, тот же Зевна стреливает. Почти любой пик хорош для дефа хайграунда. Сегодня у 4 милишника. Неплохой был пик? Это как у кого? Или вчера был? Вчера, вчера. Сегодня, в смысле, сегодня 4 милишника и Терроблайт. Да, да. Который не очень милишник. Да и вчера была игра против Монкикида, 4 милишника была. На хайграунде все равно, какой бы у тебя не был драфт, там только за редким исключением можно так надрафтить, что на хайграунде ты вообще ничего сделать не можешь. Это надо либо слишком сильную игру проиграть, прям совсем. Либо очень плохих героев набрать, прям совсем-совсем плохих. А так даже 4 милишника, 5 милишников, там вообще не важно. Если враг просто лезет к тебе на хг и хочет умереть, то его можно принять, убить, пайбэкнуться при необходимости. В общем, нельзя, нельзя так ошибаться. Будут команды посильнее, будут наказывать. Вот на мажор, если на ави поедут, там сразу, один раз так ошибешься, игру уже не выиграешь. Не поедут. Смотрю на второй матч завтрашнего дня. Ну подожди, подожди. Тайгерс и Роял Невер Гаваб. О, это вообще будет топовая шпилка. Наверное, это будет гранд-финал. И они, если выигрывают Информас, то либо с первыми и с вторыми встречаются 100%, но если выиграют, то на вторых. И вот, знаешь, это как Mortal Kombat. Ты вот проходишь уже горы, а там еще Шаукан, и все, то есть силы уже не осталось. О, боже. Случай-то как очень-очень плохая история для Na'Vi. Как есть. Покажут нам MVP-бот с Дэнди 82%. Да, это, конечно, всегда интересно. У нас интервью? Или что? Да, я не знаю. Пол-интервью. Сидел там Близзи вроде. Да, его позвали. В английскую студию. Посидеть. А он умеет в English? Ну, видимо, умеет, раз пришел. Мне кажется, он туда не пошел. Я допускаю, что в некоторых случаях вполне возможно имеется кто-то, кто умеет переводить. А, ну это да, возможно. Вервух тебе рассказывает. Например, Дэнди. Может прийти, сесть рядом. Может. Обнять. Сказать, мои 82, видел? И все уже. Ну что ж, на этом мы будем завершать. Сегодня игры на Дремлиге закончились. Напомню, завтра в 15.30 по московскому времени мы посмотрим с вами Na'Vi против Infamous и, конечно же, Tigers против Royals Never Give Up. Будет крайне интересно, поэтому настраивайте свои приемнички на Дремлигу. Нижнее подчеркивание. Ру. Всем пока-пока.